МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Рика продолжает «Город сегодня». Здравствуйте. Самая популярная форма жалоб в последнее время – это сообщения в социальных сетях. Тут и фотографии можно разместить, и видео, и найти собратьев по несчастью. Там же и предложения есть, куда жаловаться, на кого и что в результате получится. Недаром все больше госорганов открывает страницы в социальных сетях, чтобы напрямую общаться со своими клиентами. Если есть недовольство, то принимать меры. Хорошо, если по горячим следам. Тогда и потребители будут довольны, и проблема быстро устранена. В Инстаграме и Фейсбуке октябинцы давно используют возможность поделиться своими жалобами. Так, в последние дни буквально один за другим появляются снимки, на которых вода из-под крана имеет ржавый оттенок. Естественно, никто не захочет принимать такую ванну или стирать в этой воде. В разных районах города, как выясняется, у людей есть схожие проблемы. То же самое у нас в Бат-Ис-2, 17-Б, пишет одна из пользователей Инстаграма. Инстаграма. Реальная проблема. Ни посуду помыть, ни искупаться. 15-й дом Бат-Ис-2. То же самое. Как начинается топительный сезон, так сразу вода бежит ржавая. Уже месяц так. Куда обратиться, чтобы устранили? У нас на Морисево 86В такая же история. Все 10 лет. Заметим, что основная часть возмущения адресована поставщику тепла и горячей воды акционерному обществу Трансэнерго. Поэтому мы пригласили одного из главных специалистов предприятия. Это Айтпай Асалхатович Долубаев, заместитель главного инженера. Здравствуйте. Договор на поставку тепла и горячей воды жители многоэтажных домов заключают с вами. Но по адресу ли эти претензии все? Естественно. Так как тепло и горячую воду подаем, мы и у нас договоры с жильцами. Они всегда обращаются к нам, и мы обязаны откликнуться, проверить, по возможности найти, так скажем, по чьей вине данные жалобы и стараться устранить совместно с теми, по чьей вине было. Вообще в данное время много жалоб наступает к вам? Нет. Сейчас в начале отопительного сезона было, но сейчас, так как идет регулировочная работа, бывают отдельные жалобы по домам, по стоякам, допустим, по подъездам бывает. Бывает по горячей воде где-то холодная вода, где-то наоборот. Кто и как проверяет ваши сети? Сети проверяем мы сами. У нас есть сетевые районы, есть слесаря сетевых районов, есть инспектора, которые ходят. По жалобам основно у нас ходят наши инспектора, определяют инспектора, в чем дело, по чьей вине. Ну, если по нашей вине, значит, выезжают наши бригады, устраняют. Если по виде КСК, значит, дают мне КСК рекомендации, как его устранить. Вот такие работы проводятся. А вот скажите, в течение какого времени вы пытаетесь разрешить проблему, с которой к вам обратились? Ну, как только поступает жалоба, мы выезжаем не сразу. В течение двух-трех дней мы стараемся все наладить. Если по отоплениям, в зимнее время, естественно, сразу стараемся наладить, потому что это не терпит отлагательства. В каких районах был капитальный ремонт? Капитальный ремонт проводился у нас, скажем, почти по всему городу, по старой части города. Это по улице Айти-Киби проводилось, в авиагородке у нас проводилось, в жилгородке по Победе проводилось, по Гагарине проводилось, по микрорайону проводилось. Могут ли новые трубы давать такой цвет? Нет. Трубы идут, во-первых, заводские чистые, во-вторых, после капитального ремонта мы обязательно проводим промывку тепловых сетей и дезинфекцию тепловых сетей. А вот скажите тогда, из-за чего такой цвет? Жалобы идут с района, где котельные, это БАТС-2 в основном. Ну что за чего могут быть? Все-таки всю лето, шесть месяцев без отопления стоял здание. Значит, когда вода в металлической трубе стоит, естественно, образовываются какие-то осадки, какие-то ржавчины. Но перед началом отопительного сезона эти трубы не промывались. И когда припустили тепло, эта грязь все ушло в сеть. Хотя должны были промываться или нет? Да, они должны были промываться, опрессовываться, промываться. Так хорошо. А здесь тогда чья вина? Кто не промыл? Ну, в основном, получается, КСК не промывал. Есть дома, в которых нет ни КСК, ни кондоминиума, в которых некому обращаться. Может, и такие. Вот. Ну, так как в котельной нет, это же. Мы, эту воду пока прокрутится, мы не успеваем его просто своими фильтрами очистить. Поэтому некоторое время будет, но потом стабилизируется, все придет на место. А вот кому жаловаться, если КСК не принимает меры или заявляет, что это вообще не их проблема? Ну, если КСК, допустим, работа КСК, и они не принимают меры, у нас есть жилищная инспекция, которая контролирует это, есть, сейчас организовываются управляющие компании, через них можно выйти на КСК и, допустим, решить, какие там проблемы. Также есть и другие жалобы. Холодно до сих пор. Например, по улице 8 марта собирались ремонтировать насосную станцию. Что вы скажете по этому поводу? Ну, по 8 марта мы насосную станцию не собирались, потому что он всего несколько лет назад прошел реконструкцию котельной, там насосные оборудования все новые, автоматизированные. Но, так скажем, нам по теплу в этом году пока еще вопросов не было. Но люди-то жалуются, что им холодно. Что делать? К вам обращаться? К нам обращаться, да. Хорошо. Если там отдельные, может, квартиры, потому что сейчас температура идет нормальная, обратная температура обратно идет нормальная. Нам лично, у нас в Трансэнерго пока еще не было никаких жалоб с этого района. Спасибо вам за беседу, желаю вам хорошей недели рабочей, остаток этой недели. И всех благ. Спасибо. Если ситуация не изменится, мы еще вернемся к этой теме. Но все-таки хотелось бы напомнить, что при всей популярности социальных сетей необходимо писать жалобы напрямую в те организации, к которым вы имеете вопросы. И там вам должны дать официальное разъяснение. Мы же готовы содействовать диалоги с ответственными лицами и организациями. Остаемся на связи, как в интернете, так и лично. Хорошего вам настроения и крепкого здоровья.